Небольшое поучение из беседы святителя Иоанна Зотоустава на Евангелие от Матфея, 10 глава. Кто исповедует от меня пред человеком, говорит, тобой исповедую я перед Отцом моим небесным. Для чего же он недовольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания? А у нас спрашивают, верующий, верующий, а как ты? Я в душе верю. Я в душе верю. Такая есть вера, какая-то душевная вера. Для того, чтобы побудить нас к зверзновению, к большей любви и усердии возвысить, почему и говорит ко всем вообще. А не разумеет здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с зверзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих из тех, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам, и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению, и исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще не сравненно большее предлагает воздаяние. Ты приобрел более для себя, говорит он, за то, что ты первым меня здесь исповедал. И я, говорит он, обогащу тебя боли, когда дам тебе боли, и тебе боли, и несказанно боли, так как я тебя исповедую там. Видишь ли, что там предуготовлены награды и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе, и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое, и останешься без наказания, не ленись. Там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя человеколюбивший из всех отцов? Тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые. Поэт, потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. Аминь. 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 Кто?